Каждая фотография имеет свою историю. Но какая бы загадочная история не стояла за этими снимками, некоторые по-настоящему леденят душу. Штаб-квартира Муссолини и итальянской фашистской партии. Бенито Муссолини основал фашистскую партию в Италии в 1919 году и был премьер-министром страны с 1922 по 1943 год, также вступил во Вторую мировую войну в качестве союзника гитлеровской Германии. Здание на снимке было спроектировано к выборам в 1934 году, но выборами это явление назвать сложно. Бюллетень включала графы «Да или нет», их подготовил сам Муссолини. Буквы на здании Си-Си-Си означают «Да-да-да» и как бы намекают избирателям на то, по какому пути им следует пойти. Тени в Хиросиме. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик в 29 сбросил на японский город Хиросиму урановую бомбу «Литл Бой», «Малыш». Тени. Все, что осталось от людей в момент взрыва ядерной бомбы весом 4 тонны и энергией около 15 тысяч тонн тротила. И кому нужны эти правила безопасности? Ферма аллигаторов, Калифорния, 1920 год. Всего за 25 центов этих созданий можно было погладить, оседлать, зайти к ним в вольер, тогда волна популярности этой опасной фермы захватила всю Америку с аллигаторами, фотографировались и даже плавали. Трагических случаев, кроме незначительных укусов, зарегистрировано не было. После, ферму перевезли в Буэна-парк, вскоре после этого она закрылась. Давка в толпе футбольных фанатов. 15 апреля 1989 года на стадионе Хилсборов Англии произошла самая чудовищная трагедия в истории английского футбола. Из-за неверного распределения стражами порядка болельщиков на секторах стадиона, 96 человек были задавлены насмерть во время полуфинального матча Кубка Англии против команды Ноттингем Форест, 766 человек пострадали. Всего на матч было продано около 53 тысяч билетов. Медицинские эксперименты 19 века. Гийом Бенджамин Аман Дюшин, невролог, жил и работал в Париже в 19 веке, его также называют отцом электротерапии. Дюшин был значимой фигурой в области неврологии и медицины в целом. Также, он первым начал использовать фотографии для иллюстрации процесса работы. На этом снимке 1850-х годов доктор с помощью электрических зондов стимулирует мышцы лица испытуемого. Сумасшедший дом викторианской эпохи. На фото показаны методы лечения в одном из сумасшедших домов викторианской Англии, 1869 год. Сэр Джеймс Крайтон Браун, главный врач-невропатолог, самостоятельно делал снимки пациентов и составлял подробные записи о диагнозах, например, слабоумие, маниакальном синдроме, острой меланхоле, жуткая кукла-чревовещателя. Автор снимка, Уильям Джеймс Хардинг, открыл свою фотостудию в 1855 году. На фото, лейтенант Герман и его чревовещательная кукла, будто восставшая прямиком из ада. Снимок был сделан в 1870 году и, к счастью, это все, что о нем известно. Вскоре фотограф оставил студию, но все его снимки сохранились. Контуженный солдат. Война – это настоящий ад. Только реальные фотографии войны передают истинную картину событий. И дело не в подвигах, а в безумии. Безумие солдат, которые видели настолько много жестокости и насилия, что потеряли рассудок. Снимок сделан во время Первой мировой войны, операции на Соме в сентябре 1916 года. Тогда британские и французские войска начали масштабное наступление на позиции Германии. В ходе боев с обеих сторон было убито и ранено более миллиона человек. Зловещий клоун. Некоторые клоуны и так выглядят достаточно жутко, но этот затмил всех. Актер Лон Чейни широко известен по немым ролям в фильмах ужасов. Например, «Горбун из Нотр-Дама» 1923, «Призрак оперы» 1925. В немом кино тот, кто получает пощечины 1924 года он сыграл озлобленного ученого, который из-за предательства решил стать клоуном. Оборона пионеров. Фото было сделано фотографом Виктором Буллой в Ленинграде в 1937 году. Цель этой фотографии – показать готовность страны к обороне. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории. Субтитры сделал DimaTorzok